Наталья вспоминает недавний ураган как страшный сон. Женщина с матерью находилась дома, когда услышала страшный грохот и сильные удары в стену дома. Выбежав на улицу, хозяйка не сразу поняла, что произошло, но от красивого дворика, за которым они ухаживали вместе с мамой, не осталось и следа. Кругом уже валялись разбитые куски шифера и доски. Тяжелая крыша, не выдержав порыва ветра, сорвалась с соседнего здания, разбилась от дом, разнесла постройки и повалила забор. Это ужасно. Я вам фотографии высылала, все вот в этих досках, все, видите, забор был снесен, собака была завалена, вот мы собаку еще из-под обломков вытаскивали. Вот я начала звонить сразу начальнику базы Сергею Викторовичу. Говорю, Сергей Викторович, вот такая вот такая ситуация, ой, я что сделаю, вот у меня вот тоже на 20 миллионов, ну, как будто бы уже почитался, я там не знаю. Он сказал, что это стихийное бедствие, я вам помогать, я сам понес убытки. Ни в одну службу нельзя дозвониться. Участковому позвонили и то. Ну, правда, он приехал, потом все это, все сфотографировал. Ну, я сразу говорю, толку никакого не будет. Я вынуждена была обратиться к вам. Как утверждают женщины, на просьбу помочь разгрести завал хозяин автобазы и перевозчик Сергей Пнев ответил отказом. Приняли решение навести порядок собственноручно. Если куски шифера Наталья с мамой собрать еще могут, то вот с длинными тяжелыми досками справиться не в силах. Рядом стоит еще одна крыша, которая при сильном ветре снова может оказаться на участке. Вот крыша, она практически лысая. Вторая крыша точно так же сделана. Я не удивлюсь, если не дай бог такой штормовой ветер, и все полетит опять на нас. Получилось, что весь удар мы приняли на себя. Владельца базы мы не застали, но по телефонному разговору удалось выяснить, что Сергей Пнев не только предлагал пострадавшим оказать помощь, но и даже пригнал для этого технику. Помогло ли это в решении проблемы? Нет. Говорят, что вы отказываетесь помогать им в уборке территории. Так ли это на самом деле? Не так на самом деле. Мы потому что сразу подъехали. Ребята подъехали на тракторе, подъехали все убрать. Она, в общем, выступила. Она сказала, уезжайте отсюда. Будет какая-то помощь в дальнейшем оказана или все? Мы, в принципе, им поставили любую помощь, оказывали любую помощь. Мы пока ничего не разгребаем, потому что у нас еще нет ни справок, ни с полиции, ни со всего остального. Как вы заметили, у нас там на территории техника вся стоит заваленная. Когда мы только это все зафиксируем, мы приступим к уборке. Зафиксируем и приступим к уборке. А тем временем Наталья с мамой по кусочкам собирают чужую крышу, пытаясь навести порядок на участке. Собирают и опасаются, что очередной ураган может разрушить не только участок, но и сам дом. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ.